Всем привет, дорогие друзья! Присоединяйтесь, у нас сегодня будет очень интересный эфир с очень замечательным и интересным человеком. Если меня слышно, поставьте пальчик вверх, буду очень признательна, слышно, хорошо, спасибо, потому что иногда пропадает интернет, связь, ну как всегда, как везде, во всех странах бывают маленькие похрешности. Итак, сегодня в 16.00 у нас с нами будет замечательный человек, в данный момент он находится в Великобритании, в Лондоне, и он поделится огромными кейсами. Это очень умный, грамотный человек, который вложил, кстати, в свои знания, друзья, 120 тысяч долларов. Вот так он вкладывал в себя, в свое развитие, поэтому такой умный человек сегодня будет с нами на связи и зовут его Сергей Савицкий. Пока он к нам подключается, я хочу поделиться и сказать. Сергей Савицкий, практикующий предприниматель, общественный деятель, кандидат наук, магистр МВЭЙ в университете, так, в Лондоне, стажировался в США, в Швейцарии, в Германии. Он является основателем нескольких успешных бизнесов и сейчас занимает должность владельца генерального директора группы, человек, который консалтингрупп, человек, который инвестировал, еще раз повторю, в свое образование 120 тысяч долларов. И у него выступал он в более чем 25 стран и более посетил с выступлением и был он пригнашен. Друзья, так что, Сергей, подключайтесь, я хочу рассказать вкратце еще раз, пока Сергей и Савицкий к нам подключаются, почему мы пригласили Сергея к нам в прямой эфир, друзья. Сергей, подайте заявочку, пожалуйста, я вас жду. Если вы здесь, чтобы Сергей поделился успешными кейсами с нами. Сейчас, Сергей, я напишу СМС, что мы на связи. Друзья, я знаю, что вы очень-очень талантливы все. Кто из вас танцует, поет, пишет замечательные картины, кто из вас музыкант, пишет музыку, да, композиторы, все, увы, у нас есть. Ну как начать продавать свой талант, да, не все из вас умеют. Как подать себя, сколько стоит ваш талант, друзья, это нужно нам об этом разобраться сегодня. И сегодня Сергей должен поделиться с нами успешными кейсами, друзья. Пока, Сергей, ждем заявочку его. Сейчас, одну секундочку. Если у вас есть вопросы по поводу этого, тоже задавайте, потому что у нас, получается, нет диалога, монолога. Сергей, да, мы вас ждем. Да, Сергей очень занятый человек, так что, друзья, ждем его, ждем на связи. Итак, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь, задавайте все. Еще раз, не всегда получается, чтобы у нас был прямой эфир с таким значимым человеком, так что он обязательно поделится с вами кейсами, как начать и упаковать свой, в принципе, талант. Сергей, я вижу вас на связи, подайте заявку, и мы вас ждем. Подайте, пожалуйста, заявку к прямому эфиру, Сергей, и мы вас ждем. Итак, друзья, если у вас есть вопросы, обязательно задавайте Сергею, нам здесь пишите. Мы обязательно поделимся линком на Сергея Савицкого, и вы сможете даже потом, после нашего эфира, задать вопрос Сергею. Сергей, здравствуйте, здравствуйте, что вы с нами. Добрый день. Мы вас очень ждали, пока вы к нам подключались, мы вас представили. И как вам удалось все-таки вложить в себя 120 тысяч долларов, Сережа? Очень хотелось бы об этом услышать. Мы вас представили? Да, на самом деле, ну, как, я постоянно учусь, занимаюсь самообразованием, и у меня четыре высших образования, я кандидат наук, и вот я закончил лондонский университет тоже, Клаудия Лихтер Бизнес Коу, которая уходит в топ-20 университетов. Вот, поэтому ты постоянно вкладываешь свое образование. Все образование качественное всегда стоит денег. Это, ну, все надо запомнить. Оно есть и бесплатное, но это надо посещать очень много разных экспертов, таких прямых эфиров, у многих экспертов видео, там, по YouTube и так далее. Но если взять концентрат, выжимку знаний, они всегда сходят денег, и, ну, это, ну, все знают, да, и предприниматели, это такой закон. Если ты же хочешь что-то получить, ты должен заплатить денег. Ну, оно так работает. Скажите, Сергей, у меня к вам уже есть один вопрос, который задали. Какие шаги необходимо предпринять для создания сильного и запоминающего бренда? Так как у нас, еще раз напомню, здесь у нас есть участники из 71 страны, да, и они все талантливые очень, они как художники, артисты, музыканты, певцы, композиторы. У многих есть свои школы музыкальные уже, да, танцевальные школы, школы, художественные школы, но все они не знают, как укомплектовать свой бизнес, вот и бренд. Что бы вы нам ответили по поводу этого вопроса? Да, 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 тематику нашего эфира я видел, я детально изучил, я видел ваш запрос. Еще раз повторю, что, ну, вот всегда на международном MBA или на бизнес-школах, у нас тоже есть своя бизнес-школа, всегда говорится о том, что если ты хочешь что-то создать, надо создать систему и так далее. Вот то, что касается творческих людей, которых у нас в бизнес-школе тоже достаточно, это музыканты, это творческие люди. То есть все, что касается там с цифрами, систематизированием, оптимизацией, этим людям дается нелегко, потому что, ну, они творческие, у них творческий полет мыслей, у них совсем, ну, по-другому все происходит. Поэтому вот этот момент автоматизации, систематизации путем современных, вот, искусственного интеллекта, разных автоматизированных систем учета финансов и так далее, он этим людям очень сильно помогает. Что такое, ну, по поводу, возвращаемся к бренду. Что такое бренд? Бренд – это когда вы предоставляете какую-то услугу достаточно стабильно, с высоким качеством. Вот, поэтому это и есть формирование бренда. Но тема нашего эфира, то есть как вот творческим людям все-таки, ну, вот этот путь предпринимательский, особенно в начале, он достаточно тяжелый. Как его сделать проще и быстрее. То есть, да, вы, наверное, представляли, говорили, что у меня есть консалтинговая компания, у нас тоже около 100 проектов на всех континентах. И мы точно знаем, что для небольших предпринимателей или маленького… У меня, кстати, дети бегают, так что будет их тоже слышно, дети – это наша радость. Вот, я тут на этот… И получается, имплементация через пиар-стратегию. То есть, многие, очень много информации, вот что такое пиар-стратегия, как ее внедрять, там, и так далее. Очень много информации, теории. Мы не в теорию, а говорим о практике. Если это, ну, человек, музыкант, творческая студия и так далее. То есть, если этому человеку вкладываю… Ну, это очень талантливые люди, ну, то есть, правда. То есть, у них есть качественный продукт, вот. Вот, но всегда есть, да, вот такое правило, да, через бизнес-пол. Скажу, это оно быстро запоминающе и всегда. Всегда у предпринимателя, ну, всегда есть стрелочка, кружочек, квадратик. То есть, стрелочка – это генерация, это то, как маркетинг, ну, как о вас узнают. Кружочек – это отдел продаж, как вы продаете свой продукт. И квадратик – это ваш продукт. То есть, у каждого свой продукт, свой сервис, там, и так далее. То есть, стрелочка, лидогенерация, кружочек, отдел продаж, квадратик, продукт. Стрелочка, кружочек, квадратик. И всегда у предпринимателей проблема в чем-то из этих. То есть, если мы говорим про талантливых людей, то у них продукт сформирован, они постоянно на нем работают. Ну, а он обычно уникален, он классный. Но у них проблема или с отделом продаж, то есть, когда, ну, то есть, они узнаваемы, и у них, ну, их продавать им, ну, тяжело себя, или они не умеют, не хватает знаний, инструментов и так далее. Или у них, то есть, у них, они, у них хороший продукт, они хорошо себя продают, когда к ним достучаться уже. Но у них не хватает входящего потока. Вот, о них мало знают людей, и плюс коммерчески, ну, сейчас рекламироваться там, в Инстаграме, ну, где угодно, это достаточно серьезные деньги. И особенно на старте у людей, ну, не хватает, чтобы вкладывать там тысячи или десятки тысяч долларов в рекламу для узнаваемости своего бренда. Поэтому про вот это... Что делать? Скажите, что делать? Я хотел поговорить, то есть, что такое пиар-стратегия? Ну, я так подводкой, потому что тяжело вам за полчаса или час, как бы, предметно рассказать. Но вот тут работает пиар-стратегия. Пиар-стратегия, она может быть разной, но мы рекомендуем ее имплементировать через социальную миссию. То есть, у каждого человека есть своя социальная миссия. Еще раз, это очень важно. То есть, не навязанное обществом, как сейчас, ну, мы украинцы, ну, очень многие, я украинец, да, мы помогаем вооруженным силам Украины. Мы это обязаны делать. Мы просто, мы как нация обязаны это делать. А социальная миссия у каждого человека своя. То есть, кто-то хочет помогать детям, кто-то хочет помогать животным, кто-то хочет помогать, там, талантливым детям и так далее. Оно у каждого человека есть, это сто процентов. И надо объединить просто вот свой салон, свой продукт и свой бизнес с вашей социальной миссией. И через социальную миссию, то есть, как это сделать, я сейчас расскажу, намного быстрее вот этот входящий поток отрегулировать. То есть, через него намного больше людей о вас узнает быстрее, и вы сможете продавать свой продукт, если это искренне. То есть, если вы любите, там, животных, да, допустим, помогают приюты животных, вы говорите о том, что 10% там от доходов своей деятельности я ежемесячно перечисляю на приют с животными и так далее. И это тоже показываете, то есть, это регулярно, вы показываете истории этих животных, вы показываете... Где показать? Где показывать? Это социальные сети обязательно сейчас для творчества. Это какие, назовите, Инстаграм? Инстаграм, Линдин, потому что это профессиональная сеть, если мы говорим о предпринимательстве и более это, это Линдин. Тик-Ток, потому что у вас творческие люди, это все творческие. Ну, это тоже, но это обычно набор инструментов такой стандартный, но есть узкоспециализированные тоже площадки, связанные с конкретным продуктом. Вот. И это надо... Почему это работает? Это же только кратно. И уже с этим продуктом вы можете выходить в средства массовой информации, которые никогда о вас, как просто о творческом человеке, который продает коммерческую услугу, они о вас бесплатно не скажут. Через социальную миссию они скажут. Если вы полгода там сотрудничаете с приютом на базе своего школы и так далее, то про вас уже начнут писать статьи, какие-то паблики про вас делают без публикации. Бесплатно. Бесплатно. Это самое главное. То, что мы помогали, помощь делали, да, ну, помощь. Да. Социальные проекты были. Вот, допустим, приведем пример еще раз для наших талантливых людей. У вас есть, дорогие друзья, музыкальная школа, или студия звукозаписи, или дэнс-студия, да, или вы сами художник, сам художник, и вы продаете свои картины. Вы об этом объявляете, да, у себя на площадке, Сереж, что вот продается такая-то картина, за эту картину часть денег пойдет на благие дела, правильно? Об этом должны написать социальные СМИ. Да, только это должно быть на регулярной основе проходить, не постоянно чему-то разному, а вы должны определиться именно себе, это от вас должно исходить. То есть это еще раз самое тяжелое, то, что мы видим в практике, да, практически, что часто это навязано, или вот как я привел пример с Вооруженными Силами Украины, то есть сейчас помогают все им, и это надо подавать, но то, что есть у человека, кому бы ему хотелось как любому существу самому помогать, это должно быть искренне, и когда оно будет искренне, то вы будете закрывать и свой запрос, а то просто получать дополнительный приток энергии, и будете формировать отношение к себе, плюс ваши клиенты, которые появляются, скорее всего, вот ваши клиенты, допустим, вы все помогаете приюту для животных, это будет очень много клиентов, которые реально любят животных, оно так получается, потому что вы по системе ценностей совпадаете. Вот. И да, надо, конечно, тут прозвучало слово бесплатно, это не бесплатно, это работа, это социальная миссия, то есть это такое, ну, как бартерная, да, основа получается. Ну, бартерная, да. Вот вы что-то не даете, но вы от себя, но за это вы получаете, но если у вас нет ограничения в ресурсе, то это один из немногих каналов продвижения, ну, более быстрого продвижения, иногда они выстреливают, ну, это сейчас этот, они хорошо очень работают в этом случае. И еще очень хорошо работает, это реферальная система и система лояльности, то есть, которая тоже очень много не... Расскажите подробнее нашим артистам, не все они это об этом знают. Да, смотрите, система лояльности это то, ну, насколько вы задерживаете вашего клиента, цикл жизни его у вас, то есть даже если у вас хороший ученик, он всегда с вами там с детства занимается, ну, то есть это индивидуальный случай, но если вы говорите о бизнесе, то должна быть система лояльности, то есть в чем? Если человек с вами один год, он получает там 2% скидка, если он 2 года с вами занимается, то 3%, 4 года 4%. Это для всех школ, Сережа, еще раз, друзья, для всех школ, которые открыли, да, школу, друзья, вам лайфхак от Сергея. Это каноны бизнеса, это не лайфхаки, это то, что должно, это то, что вы работаете со своими клиентами, то есть и она должна быть постоянно, постоянно должна быть одинаковая, то есть проблема в том, что люди часто меняют систему лояльности, одним говорят одно, другим другое, третьим третье, это опасно очень, это может убрать ваш авторитет, потому что люди между собой общаются, и так создана жизнь, что именно те, кто не нужно, они между собой пообщаются, и у вас будет больше, вы будете тратить энергию на то, чтобы это как-то урегулировать, даже если вы сделали это неосознанно. Поэтому вы должны продумать эту систему себе, и понять, как вы ее будете фиксировать, и как эти люди у вас будут заниматься, чтобы увеличить их долгосрочность сотрудничества. А реферальная система, это что вы даете людям, семье, окружению, всем, за то, что вам приведут нового клиента. То есть вы говорите, на западном мире это называется рефералпи, у нас это называется бонусы, да, в наших странах. То есть, но у нас это какое-то более скрытое такое, на западном мире это более открытое. То есть если какой-либо человек привел вам клиента на вашу услугу, то ему только вы должны это финансово посчитать, это другая составляющая, но стандартно это там 3, 5, 10 процентов, в зависимости от вашей маржинальности. 20 процентов это вообще у кого, ну, очень большая маржинальность продукта и так далее. Вот. И вы знаете, то есть каждый человек, который вас окружает, знает, что у вас рефералпи, это называется 10 процентов. Таким образом, без ресурса, то есть с каждым человеком, которым вы ежедневно общаетесь, эту информацию должен знать. Ваша семья эту информацию должна знать. Если у вас есть сотрудники, они тоже эту информацию должны знать. Что помимо их незаработной платы, если они приведут клиента вам в школу, то им будет выплачено дополнительное вознаграждение с оплатой вашей советы. Вот эти, за такой коррелородкий, ну, промежуток времени нашего диалога, вот эти небольшие практические советы, пиар-стратегии имплементации через социальную эмиссию, система лояльности, нет, и реферальных бонусов, достаточно быстро вам помогут, ну, улучшить ваши показатели, улучшить отношение к себе и сделать ваш путь более успешный, потому что это путь. Невозможно стать успешным сразу, невозможно построить какую-то глобальную структуру за один-два года и так далее. Это путь. На этом пути эти инструменты вам должны сильно помочь. У меня вопрос еще. Как правильно оценить свои работы и установить на них цену? Мы говорим сейчас о художниках. Есть ли у вас какой-то им совет? Вот есть художник, он пишет картины, и он просто теряется в показаниях, какая цена может быть? Это очень простой вопрос. Вы выбираете сначала целевую аудиторию. Вот смотрите, всегда есть сегмент, всего три сегмента в мире в бизнесе. Это дешевый, средний, дорогой. Лакшери, ВИП и так далее. Вы определяете, с каким сегментом вы работаете. Если вы предлагаете свою картину всем, то вы не можете определить, что это и есть сомнение. Ну и неважно, у вас свою услугу. Если вы говорите, что я работаю только сегментом предпринимателей, вот это мой сегмент, или люди с каких-то, то вы уже точно можете посмотреть в этом сегменте, за какую цену они покупают в среднем картину. Это вам более проще прикинуть, посмотреть там несколько аукционов, бизнес-сообществ, где вы знаете эту информацию, потому что вы точно знаете уже, кому вы продаете. Или, допустим, лакшери сегмент. Это там, ну не знаю, министры, всякие там, депутаты. Ну, к сожалению, чиновники, они любят искусство. И очень часто чиновники, это тоже молодые люди, это которые уже реализовали в бизнесе, уже хорошо, и пошли потом в государство, это правильный путь. Они любят искусство и так далее. Но я сейчас не об этом. Я говорю о сегментах. То есть, если это лакшери сегмент, вы смотрите, ну, на лакшери сегмент, какие акционы, где они проходят, и какие средние цены лотов. И не забывая, просто туда вклиниваетесь и говорите, да, я хочу работать с этим. Набирайтесь смелости и уверенно в себе. Говорите, я вот с этим сегментом. У меня, я рисую для... Потому что вы себя знаете, вы свои амбиции знаете. Вот. А если вы с картиной, ну, определили картину, пошли в дешевый сегмент ее продавать, ну, у вас просто оно не сложится. И то же самое. Никто же не говорит, что дешевый, средний, дорогой. Очень много успешных художников, всех бизнесов работают в дешевом сегменте. Вот, ну, у нас со всего мира, но очень много украинцев, я тоже вот смотрю и украинскую мову всем доброго дня, на этот, допустим, магазин Аврора, или в Европе евро, там, все за евро, или все за фунт. Это дешевый сегмент, и они быстро, у них корпорации сильные, то есть, и так далее. Они работают в дешевом сегменте, но они же понимают, что если вы заходите в Паундленд, то вы что вы рассчитываете увидеть? Вы же не рассчитываете увидеть там картину за тысячу евро. Нет, вы рассчитываете увидеть там много мелочей, которые стоят один фунт. Вот тоже сам принцип у вас. То есть, если вы выбрали сегмент дешевый, то дешевый, вы ориентируетесь, также рисуете такими же красками, подбираете такую дешевую фурнитуру, и так далее. Вы делаете свою картину, то вы рисуете по-одинаковому, но чем вы ее рисуете, на чем вы ее рисуете, и как вы ее оформляете, это совсем разное. И вот зависит от сегмента, который вы выберете. Супер, спасибо. Еще один вопрос, очень важный. Как использовать личную историю, и биографию в процессе бренда, брендинга? Ну, тут все просто. Смотрите, в процессе брендинга есть такое понятие, как стори-теллинг. Он есть везде, и в компании, и в личном предпринимательстве. Стори-теллинг это очень важная составляющая всего. То есть, он должен написан быть, первое, это искренне, своими словами, не без копирайтинга сильного, красивого, это должно быть вот про вас. И когда ваша, чем интереснее ваша история сама как человека, вот правда, вот надо не лениться ее написать, она может быть длинная, то есть, и так далее. Но это будет влиять. То есть, про вас будут читать и по вашей истории вот этого пути падения, ключевых людей, переездов, там еще кого-то, и так далее, к вам будет появляться доверие, к вам будет появляться авторитет, или наоборот. То есть, если кто-то у нас нарцисс, очень там, и так далее, там все у него постоянно очень хорошо, и он это пишет, то, в принципе, к вам такие же люди будут подтягиваться, то есть, такие же смежные, вот, и такой же авторитет у вас и будет появляться. поэтому личный бренд, это стори-теллинг, он должен быть написан, и должен быть, вот, вы должны быть собой. Вот запомните, как только вы играете роль не свою, вот, если вы, допустим, созданы работать дешевым сегментом, но, вот, кто-то вам навязал, вам навязал, то, что, там, надо продавать лакшери сегменты, и так далее, оно не будет получаться, вы будете продать, это, вы будете комплексовать, и так далее, потому что вам комфортно в этом работать. Вот просто будьте собой, пишите про себя, и вот этот успех, частично и заключается, и предпринимал, и быть собой. А если, ну, то есть вы дорастете, вы будете лакшери, то есть вам будут, вы будете работать с дешевым сегментом, но вам будут продавать лакшери продукты, другие бренды, потому что вы будете их нецелевывать. У нас еще один вопрос, спасибо огромное сейчас. Так, какие ошибки чаще всего допускают начинающие артисты при разработке бизнес-плана, и как их избежать? Ошибки у всех стандартные, это не артисты, ничего, все люди. Все, что касается финансов, всегда, во-первых, это связано с образованием, со школы, ну, вообще у многих, не только, и в западном, и у нас, не дают вот этих инструментов и понимания, вот, необходимость. То есть, и дают базу, да, математика, это база. Ну, как этой базой вот воспользоваться, чтобы рассчитать элементарно бизнес-планы, составить финансовую модель? То есть, в бизнесе есть финансовая модель. Она специально делается для того, чтобы вы знали, сколько вам картин надо продать, это ваша же цель для этого, сколько у вас будет затратная часть, сколько вы заработаете, сколько вы должны заплатить налогов. Потому что в западном мире, если вы ее не сделаете, вот все, что вы заработали, вы можете просто заплатить налоги, то есть, в конце года. И никто вас не будет спрашивать, то есть, что вы не подумали или не оптимизировали. У вас просто эти деньги в виде налогов, как бы, заберут. Вот. Поэтому финансовая модель, она делается с многих точек зрения. Первое, это, смотрите, сейчас они все автоматизированы. Сейчас от вас нужны там некоторые данные и все. То есть, ну, допустим, я не хочу там сильно рекламировать, но вот у нас есть наша лондонская бизнес-школа, она на трех языках, на украинском, русском и английском. Пожалуйста, Сереж, пожалуйста. Но есть очень много экспертов, которые пошагово говорят, как сделать бизнес-план. Сам факт его сделать. Вот, смотрите, у нас сотни выпускников, и мы знаем точно, что и предприниматели уже опытные, и только начинающие, сам факт это, то есть, мы даем инструменты, мы объясняем раз, два, три, четыре. Все понимают, ну, сесть и сделать, очень такая, вот эта грань тяжелая. Особенно, ну, не особенно, но очень много творческих людей, они избегают этого. Но сам факт, когда вы сделали это один раз, это у вас на всю жизнь. То есть, вы меняете, вот вы раз сделали, дальше у вас поменялись цены, курс доллара поменялся, фунта, евро, вы добавили другие материалы, другие услуги. Вы зашли, потратили 10-15 минут, и вам вся финансовая модель на год пересчиталась. Она вам говорит, что уже налоговый сток, или вам надо поменять налоговую систему, вы были там селфом, а вам надо поменять на ЛТД, потому что, ну, корпоративный налог вам будет. Любой консультант вас сразу проконсультирует. Можно вопрос, Сергей, вы сейчас говорите о своей бизнес-школе. Бизнес-школа, вы изучаете только по британским законам, как вести бизнес, или по другим странам тоже? Смотрите, бизнес идет по одним законам во всем мире. Есть закон, законы, создать бизнес, ну, как это сказать, юридическая его регистрация, вот это связано со страной. Бизнес-процессы и бизнес, они не связаны со странами. Одинаковый, что создать бизнес в Украине, в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Испании, в Африке, это одинаковый бизнес-процесс. Вы должны создать продукт, структуру, его бизнес, донести, маркетинговый план, разработать финансовую модель, сделать анализ конкурентов, независимо, где вы будете это делать. А уже, когда вы понимаете всю концепцию, сколько это вам будет стоить денег, тогда уже надо смотреть на местный, какой из рынков, то есть вам, ну, допустим, да, там, посмотрели, налогоблажение в Англии, то есть вы хотите работать в Англии, налогоблажение большое, вы можете взять какую-то европейскую страну, там, где оно меньше, и с ее регистрацией, там, работать на рынке, там, United Kingdom. То есть это и есть моменты, что такое предпринимательство? Это путем оптимизации всех моментов, то есть везде стоимости одинаковые, но ваш талант это оптимизация, то есть вы здесь сэкономили, здесь вот такой, у вас такой талант, вот, вот тут вы продаете за столько свой продукт, и оптимизация вот этих всех показателей, которые может дать только или ваш мозг сам с собой на подсознательном уровне, но проще это сделать финансовую модель, и она вам все показывает. И еще, вы сейчас, вот сейчас у нас июнь, ну, не важно, в декабре, вы уже знаете, что у вас будет на конец года, вам не надо сидеть и ждать, вы просто это знаете, если вы видите, что оно двигается не так, как вы себе надумали, вы раньше можете принять, вы можете это бросить и забояться, может это у вас вызвать, это просто пойти к консультанту и получить, почему это происходит, как вам поступить. Можете наоборот, влить уже деньги в маркетинг, потому что вы понимаете, к чему это приведет. Сергей, смотрите, еще раз подведем итоги. Значит, если у нас есть артисты, которые творят, да, красоту разную, художники, еще раз, танцоры, вокалисты, музыканты, и они хотят продавать свой товар, да, выходить на рынок, это и называется предпринимательство. Предпринимательство, это значит, в любом случае, нужно строить бизнес-модель, то, что вы предлагаете, в принципе, в своей школе, правильно, Сергей? Потому что художники, если вы продаете, дорогие мои, свои картины, вы не можете не стать предпринимателем и не строить бизнес-модель, потому что вам нужно это делать, то, что говорит Сергей, необходимо. Вы меня слышите, да, Сергей? Да, да. Дети пришли, я их немножко наругал. Не надо, дети, это святое, пускай они к вам в эфир присоединяются. У всех есть дети. Может, какие-то люди ко мне только пришли, не сорвали мне эфиры. Все окей, сегодня суббота, это семейный день, я тоже в кафе, и я так думаю, что у каждого, кто смотрит эфир, друзья, у каждого дети на руках, рядом и так далее, может быть, уже и внуки. Они где? Я их не скажу, я скажу. Потому что артисты у нас очень разные, между прочим. Сереж, у нас есть такие же родители, между прочим, которые продвигают детский талант, да, уже которые, художники мирового значения, даже есть маленькие дети, но они пишут шикарно картины, дети пишут картины, и родители пытаются продвинуть и продавать уже картины сейчас. И опять же, художники, и так же есть и взрослые люди, которым уже далеко за 70, Сергей, которые тоже пишут картины, танцуют, поют и тоже пытаются продать свой талант. Так вот, и этот эфир очень полезен даже для, еще раз, полезен, чтобы понимать, как мы должны продавать свои таланты. Так что, и Сергей, чтобы мы не затягивали этот эфир, подведите итоги, ключевые для наших артистов, еще раз, что важно? Ну, первое, это надо верить в себя, у творческих людей очень часто перепады с настроением, ну, и так далее, это тоже понятно, психологически, и так далее, если вы талантливый человек, вы понимаете, что у вас шикарный продукт, но как его продавать, и как бы, что у вас никто не знает, это часто этот вопрос тревожит. Поэтому, не ленитесь, я знаю, что это тяжело, я тоже проходил разные стадии, и так далее, не забывайте, что если вы хотите получить качественную какую-то консультацию и продукт, за нее надо платить. Это тоже, как бы там ни было, потому что очень творческие люди много делают социальных, активных действий, они общественные деятели отчасти свои, очень многие люди, и поэтому им тоже хочется иногда, ну, чтобы им помогали, грубо говоря, бесплатно и так далее, но очень часто эти бесплатные советы, они не носят такой предметный характер, и наоборот, где-то затягивают эту петлю безвыходности и так далее. То есть, очень много есть доступных специалистов, это не стоит много денег, или по разработке бизнес-плана, или по разработке концепции, или по запуску онлайн-школы, вот, там, где можно продавать уже но онлайн свои какие-то лоты, или выводить их на международный какой-то рынок и так далее. Очень много инструментов доступны. Мир сейчас глобальный, и Амазон, и Эбэй, и разные вот площадки для подделок ручных, и так далее, аукционов. Поэтому, верьте в себя, вот, пользуйтесь услугами специалистов таких, качественных, грубо говоря, ну, и помните тоже, но это важно, я сам над этим работаю, но не бывает, как это, бесплатный сыр, только в мышеловке. Можно посмотреть миллион бесплатных эфиров, но если вы хотите предметно что-то поменять в своей жизни, это же так же и к вам. Вот вы по отношению к себе, то есть если вам, постоянно к вам будут приходить бесплатные клиенты, чтобы вы им бесплатно их учили и оказывали пользу, вы просто, ну, у вас или потеряется мотивация, или вы будете некачественно, не до конца качественно выполнять ту работу, которую вы будете делать. Поэтому, вот этот принцип все заложите, этот, ну, еще горячие точки, то есть концентрируйтесь на том, не переговор, вот тут это к творческим людям, они очень часто переключаются, вот сконцентрируйтесь, закройте вот дело, которое вот у вас есть там с финансами, проработайте, закройте, и потом только двигайтесь дальше, не переключайтесь на разные, не закрыв предыдущие какие-то моменты. Да, ну и да, если вам нужно будут какие-то консультации нашей бизнес-школы, или будет интересно наши курсы, у нас есть онлайн, есть самообразование, есть онлайн с обратной связью со мной, другим экспертами, есть офлайн в Лондоне, кто захочет учиться в Лондоне, это все зависит от финансовых возможностей. Ну и я очень важно скажу, у нас для людей, которые занимаются социальным бизнесом, у нас льготные бесплатные места, то есть если человек занимается социальным бизнесом, он имеет возможность пройти бизнес-школу на безоплатной основе. И военные тоже, которые принимали участие в боевых действиях, а и хотят стать предпринимателями, они тоже имеют право на льготной основе пройти в бизнес-школу, они подают свои заявки, и у нас на каждом курсе буквально одно-два места всегда заложено для подобных людей, и мы со своей стороны тоже пытаемся их поддерживать и давать им и знания, и вот эту энергию, что они двигаются правильно. Супер. Огромное вам спасибо, Сергей, очень было познавательно, интересно, и я вас приглашаю, и вся компания Golden Time Talent на фестиваль, который пройдет 15 и 16 числа в центре Лондона, пройдет большой фестиваль с выставками, так что в качестве эксперта, в качестве члена жюри, welcome, пожалуйста. Спасибо. Вы у нас уже есть членом жюри, только IT-направление, которое у нас только-только развивается, ну и мы с вами встретимся, и может быть, вы поделитесь уже кейсами там уже на фестивале, друзья. Ну а Сергей Савицкий был с нами, Сережа, обещайте людям, что под нашим видео сегодня, оно будет в записи, будет ссылка на вас, ну мы выложим, и вы так же само, и если у вас, друзья, есть еще раз вопросы, задавайте уже под этим видео, в записи оно будет и у Сергея на странице, и у нас. Да, спасибо. Ну я хочу тоже благодарность тебе и сказать, что ты тоже, ну прекрасный, творческий человек, ты занимаешься очень большим объемом работы, поддерживаешь очень много как раз и талантливых людей, и часть социального тоже у тебя большая присутствует. Поэтому спасибо тебе за то, чем ты занимаешься, вот, и чтобы у тебя тоже все получалось и складывалось с твоими проектами. Благодарю. Дякую. Слава Украине. Да, героям слава. До покупательного, друзья. Спасибо, Сергей. Спасибо, дорогие друзья, что вы были сегодня с нами. Сегодня с нами был замечательный эксперт. Если у вас будут еще вопросы, пожалуйста, пишите, также в ленту, задавайте, потому что не на все вопросы мы смогли ответить. Я уверена, что Сергей поделился очень интересными кейсами, которые вы будете использовать потом уже у себя в жизни. Ну и также еще раз напомню вам, дорогие друзья, что у нас будет фестиваль 15-16 сентября в Лондоне с выставкой, с вручением ежегодной премии талантов. Так что, друзья, Будет напечатан большой журнал, где будут внесены все талантливые участники, которые будут принимать участие уже в этом четвертом фестивале, который пройдет в Лондоне. Друзья, я желаю вам всего хорошего, крепкого здоровья, вам и вашим семьям. Завтра у нас будет по Британии, по их праздникам, так как мы здесь живем сейчас, по нашим праздникам День Отца. Так что, целуйте своих отцов, поздравляйте с праздником, ну и всего вам хорошего. Будьте с нами, с любовью, компания Golden Time Town. И я, и Настя. Всего хорошего. Спасибо.